Если вы за юмор, значит вам не чуждит тикток. Вы знаете, нет, там меня еще пока нет. Соберись уже, хватит. Роза! Делайте, что хотите, только не кидайте меня в терновый куст. Здравствуйте, с вами Типа СМИ и мы находимся на Всероссийском конкурсе дизайнеров. Пойдемте вместе посмотрим, что здесь происходит. Мы в Симферополе. Спасибо, Владимир. Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на главном событии полуострова. Всероссийский конкурс дизайнеров предоставляет возможность молодым брендам и дизайнерам продемонстрировать свои коллекции на профессиональной площадке и получить оценку экспертов в индустрии моды. Мы сегодня находимся на мероприятии Всероссийский конкурс дизайнеров. Он проходит в Крыму впервые. Организатор – светская левица, бизнесвумен из города-героя Севастополя Анастасия Медлинова. Она сегодня в потрясающем платье от бренда Силантьева. Анастасия Силантьева. Здравствуйте, Анастасия. Добрый вечер. Кто придумал этот конкурс? Я придумала конкурс. Он появился в моей голове в связи с тем, что у меня взрослая дочь, которая 18 лет. Она постоянно принимает участие в разных фэшн-мероприятиях, в том числе и международных. И возникла такая идея продвигать индустрию моды именно в Крыму, развивать эту нишу. Что получит победитель конкурса? Победитель конкурса получит шикарный приз для дизайнера. Это участие в самом масштабном фэшн-проекте нашей страны МКММ, то есть международный конкурс молодых модельеров. Он проводится в Москве осенью этого года. Вы сейчас в конкурсе или вы вне конкурса? В конкурсе, да. Считаете, что победите? Очень хочется. Но мы за вас держим кулачки, потому что мне больше всего, пока никто не слышит, понравилась именно ваша коллекция. Спасибо. Коллекция пришла мне вновением морских каких-то моментов, летним бризом и приближением летнего сезона. Все, что связано с морем, с солнцем. Сколько примерно стоит там от до? Начиная от трех, четырех и заканчивая... Бесконечностью. Да, да, да. Смотря из каких страз. Да, камней и тканей. Что вы можете пожелать начинающим дизайнерам? Ой, желаю верить в себя, идти к своей мечте и работать, работать, еще раз работать. А можете сначала снять на мой телефон, как я даю интервью? Подождите, мы сделаем это по-другому. Мы же блогеры, поэтому мы будем делать это вот так. Роман, скажи, как пришла идея делать такие вещи для блогеров? В Мир Моды мы пришли из блогинга. У нас был проект Селфи ТВ. И мы решили создать просто для своих же блогеров, у нас больше 30 миллионов аккаунтов, создать униформу. Значит, если человек блогер и ходит в этой одежде, значит, он самый популярный блогер. Я правильно поняла? Ну, наверное, так. Как это стоит? Вот один образ от вашего бренда. Это может быть от 10 тысяч рублей и до 50 тысяч рублей. Сколько мы можем подобрать, сделать там оверсайз, пиджаки, какие-то косухи. Смотря как человек... Если человек хочет что-нибудь такое попроще, мы сделаем попроще. Если человек какая-нибудь звезда, солист, звезды обычно заказывают брендированные вещи. Хэштег, такой-то хэштег, там, инстаграм, ну, они брендируют вещи. Ну, вот как у меня, например, да? Все под заказ или есть что-то общего пользования? Есть линейка, конечно, общего пользования. Ну, и многие люди предпочитают под заказ. Пару слов не для прессы. Не для прессы? Не для прессы. Для кого? Для типа прессы. Скажите, вы же из Севастополя? Да, я из Севастополя. Почему роза? Ведь вы, Наталья? Роза, потому что это прекрасный цветок. И потому что я человек, который относится к себе с юмором. И мне кажется, если люди будут меня называть Натальей Царьковой, то это будет слишком, да. А Роза Петровна это смешно. Вы сегодня что-то представляете? Да. Ваша Роза Рус, да? Роза Рус, да. У нас две девочки, две учредительницы. Роза и Руслана. Хотите Роза Рус, хотите Роза Рус. Попрошу аплодировать погромче дизайнеров 2021 года. Становится Мария Доброва. Обладатель первой лучшей дизайнер России 2021 года. С Новым Зайцевым. Лучший дизайнер Наталья Церкви 2020. Участница проекта Наталья Каммэн. Воллд Фэшн Бьюти. Вечер в панике Кирок Артенок. В районе Фэшн Лиг. Велан Фэшн Лиг. Онлайн. Волланды Эпо-деценты. Сюда очень трудно попасть, но вы можете попытаться. Типа СМИ.